Ребят, покажу вам трассу сейчас одну в районе Митино, Митино, Красногорск и дальше Архангельское, музей, усадьба. Вот сейчас я проезжаю прямо рядышком с Митинским парком. Вот он. Но там, конечно, на шоссейнике не разгонишься, потому что, сами понимаете, это парк через Красногорск в сторону Архангельского. Там покажу вам, там есть съезд к реке. Красивая достаточно трасса после Красногорска начинается. Рядом, получается, у нас метро Волоколамское, Митино осталось позади. Здесь же МЦД, то есть с великами можно спокойно уехать, приехать. На МЦД можно и дальше, в Красногорске там выйти, если вдруг захотите покатать. Вот так. И отсюда еще можно и в Строгино уехать, но это уже другая история. Ветер такой хороший, но надеюсь, что не будет перебивать мой голос. И поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь, кстати, позади меня, как в Дубае высотки строят. Это новый район, Бэй-Сити. Очень прикольный, очень модный. Короче, Дубай тут небольшой такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, сейчас покажу еще станция. Это Красногорск. Москва заканчивается. Красногорск начинается. И тут же станция МЦДшная. Тут вот небольшой кусочек, 8 километров я проехал. Небольшой кусочек через Красногорск. Несколько светофоров. Я не тороплюсь. Сейчас 25. Курсирую. Мне нравится в целом эта трасса, потому что здесь в основном двухполоска. За исключением там небольшого куска по Волоколамской трассе. Но там скоростной кусочек. То есть я разогнался до 60 километров. Вот. Но здесь вот сейчас пока мимо машинок. Просто спокойненько жду, пока красный свет пройдет. И дальше буквально 3-4 километра. И мы в Архангельском. Вон дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, кстати, подъезжаю к новой Риге. И уже выезжаю вот с этого красногорского участка. И здесь стадион. Вот справа стадион машиностроитель. И здесь беговой трек. Можно побегать. Резиновые дорожки. Очень классно. То есть если вы помимо того, что катаете на великах, еще и бегаете, триатлоном занимаетесь. Вот здесь отличное место. Он свободный. Вход свободный. Классный трек. Да, я немножко хамлю. Одной рукой держусь за вел. Другой снимаю. Ну а куда денешься? Такие условия нынче. Я люблю Красногорск. Я люблю Красногорск и кольцо большое, и новая Рига. Сейчас будем уходить под новую Ригу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь начинается самый кайф. Одна полоса. Вот уже почти здесь Архангельская. У меня до этой точки 11 километров. Разогрелся как раз. Здесь можно и разогнаться. Вот. Я иду пока вот такая широкая обочина. Машины едут не быстро. Дальше музей техники. Классный музей. Если вы любите машины, можете заехать, посмотреть. Там сталинские тачки есть. Ну и Архангельская, конечно, музей, усадьба. Там круто. Только что тоже парень на шоссейнике поехал. Температура у меня показывает 35 градусов. Жарко. Реально жарко. Да, и, конечно, я вам покажу еще пару мест, куда здесь стоит заскочить, когда будете катить. Здесь есть несколько кофеен классных. Тоже по дороге можно заехать кофейку выпить. Покажу вам. Мой любимый участок, рядом справа Юсуповский лес, слева Архангельская, КПСники. Сняли участок дороги. Многие дымят по обочинам, объезжают, хамят, естественно. Плюс будьте внимательны на велосипедах. Допустим, когда две полосы, вот сейчас только что было, полоса одна уходит направо машины, левая полоса прямо, да, ну, частое явление. И очень часто, когда из левой полосы объезжающие, так сказать, начинают вклиниваться вправую, подрезая, естественно. И это часто делают без поворота. С этим, друзья-велосипедисты, будьте внимательны. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, всего доброго! Всего доброго! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Класс! Какая ямка такая размыла. Здесь мы сделаем аккуратно, вот так. Объедем, проедем. И оп-оп-оп-оп-оп-оп. И еще ямки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, добрый день. Извините, что беспокою. Здрасте. А у меня вопрос вам. Вы на машине сюда подъезжали или нет? На машине. А ее сейчас не убирают из-за желтых полос? Не знаете? Но он в эвакуатор приехал. Нет, сейчас не приехал. На прошлой неделе приезжали. И мне просто как бы интересно. Если вы брали... А кто, эвакуатор? На прошлой неделе, неделю назад. Эвакуировали здесь машины. Ни разу не видел. А вот на прошлой неделе... Эвакуировали? Да, я тоже надеюсь. Сейчас бы будни, может, не будут они дергать. Но как бы это... Ни поеду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А сколько такой велик стоит? Ну, вот это где-то 300 получается. Здесь одни педали стоят 1060. Велик где-то 220. Седло 20. Ну, то есть тут много чего сборного. Ай, ну какой же кайф. Я делаю педстопчик. У меня получается 21. 21 километр я проехал. И вот это место очень классное. Здесь катаются на сапах. Здесь ставят палатки. Здесь можно приехать просто отдохнуть. Там покупаться. Потому что здесь одновременно и рядом с городом. И в то же самое время вы как бы и за городом. И очень классная природа. Здесь прям такая мекка для сапов. Чуть дальше идет Строгинская пойма. А здесь видите сколько? Я здесь могу насчитать где-то, наверное, 30 человек на сапах. Вел. Мой. Значит, что у меня в сборе? В сборе полностью база. Такая. Я ничего не брал там а-ля покрышки какие-то. Потому что я уехал из города сейчас за город в Московскую область. Но я не брал с собой ни сменные покрышки, ничего. Ну, короче, на свой страх и риск. Все карбоновое полностью. Колеса карбоновые. Здесь у меня типа аптечка такая небольшая. У меня здесь гаечные ключи. Это такое как бы частое явление. Если мне что-то подкрутить надо. Вот. У меня есть сумка. У меня есть подсидельная сумка офигенная. Я, кстати, немножко ее обозревал. Знаете, когда я ехал 120 километров на Вело-1 на трассе. Тоже можете посмотреть ролик. Трасса. Она не скоростная. Потому что там такая щебенка. Но она очень классная. Очень красивая. И такой маршрут на полдня. Если останавливаться там купаться или там гулять. То это целый день зимой там катаются на лыжах. Вот. У нее плюс очень большой. То, что там, конечно же, нет машин. Все вдоль воды. Ну, короче, посмотрите это видео. Я там все объясняю и рассказываю. Но, в принципе, Вело-1 она очень многим знакома. Очень классный маршрут. Вот очень классная трасса. Я надеюсь, что ее будет продлевать. Вот. Недавно совсем купил. Ребята мне посоветовали с мощимером взять педали. Вот. Осиома. У меня очень классная штука. Если вдруг вы ездите без мощимеров, то рекомендую. Если вы профик или на опыте такой парниша, то, конечно же, вы уже все это знаете без меня. Ну, да ладно. Короче, Вел. Есть Вел. У каждого как бы все равно свой. Да. Свои приколюхи на велосипеде. У меня несколько велосипедов. Три велосипеда. Еще под триатлон я гоняю. Занимаюсь триатлоном. Недавно я медный всадник делал половинку. Там тоже небольшой обзорчик. Поставлю видео. Ссылочки на те ролики. Если вдруг вам интересно, посмотрите. И Вело-1. И медный всадник, если тренируетесь. Вот у меня есть обзорчик, кстати, на Напу, на Олимпийку, на Iron Star, где мы там делали. Да, вот это место. Значит, ориентир. Глухого. Выходные приезжать не рекомендуют. Тут народа просто очень много. Лучше, конечно, будни. И все стоит здесь. Все заставлено машинами. Вот это вот все как муравейник. То есть просто. Причем здесь это как бы как остров. И вы можете на байдарке, на лодке, на сапе сделать полный круг. Полный круг 10 километров. По воде 10 километров. Поэтому здесь очень много людей, кто уплывает. И я здесь уже несколько раз плавал на байдарке. Именно как бы делал эти вот круги. Там же рядом у вас Архангельская. Вот здесь прям рядышком. Просто погулять даже поставили. Велосипеды вышли. Покайфовали. И Юсуповский лес тоже напротив Архангельского. Это бесплатно. Архангельская платно. Юсуповский лес бесплатно. Там царские особы, приближенные к императору, как говорится. Они гуляли там еще только в прошлом, позапрошлом столетии. Понимаете? Да, я совсем забыл сказать. Если вдруг вам нужно пополнить бутылочки свои. Попить водички без бутылочки. Здесь вот в начале этого леска, где начинается глухого и заканчивается вывеска, где глухого. Там есть родник. Вы можете спуститься к воде, набрать водички. Там вот святой источник такой. Поэтому такой вот вам лайфхак. Ну и, конечно, искупаться. Можете взять плавки. Сюда вот просто приехали, искупались. Здравствуйте. Чем мне нравится это место, я сюда вообще приезжаю. Здесь вот эта цаповская тусовка. Здесь своя атмосфера. Здесь все вот шашлычки такие. Здесь группами приезжают сюда, да? Все здороваются. Я здесь здороваюсь с ребятами, потому что некоторые из них меня знают, что я на Веле сюда приезжаю. Но в последнее время не часто, потому что я катал много. Но тем не менее. Вот видите, сколько здесь сапов, здесь палатки стоят. То есть такая прям тусовка саповская. У меня батарейка кончается. Хотелось бы мне вам больше показать. Ну, вы большую часть маршрута видели.